Приветствую вас, друзья! Последние несколько недель СМИ уделяют большое внимание ситуации с поставкой тяжелых натовских танков Украине. Речь идет о немецких танках Leopard 2, которые стоят на вооружении многих европейских стран и являются их основными боевыми танками. Прошедшая на днях встреча Рамштайн, на которой решался вопрос о дальнейших поставках военной техники и оружия Украине, не дал точного ответа, который все ждали. Камнем преткновения по-прежнему является позиция руководства Германии, которое должно дать разрешение на поставку этих танков другими странами, потому что по договоренности страны, купившие у Германии танки Leopard 2, не имеют права продавать или передавать их другим странам без соответствующего разрешения Германии. Канцлер Олаф Шольц никак не может решиться на этот шаг. Его неуверенность вызвана несколькими причинами. Во-первых, разрешение на поставку тяжелых немецких танков Украине разрушит и так висящие на волоске дипломатические отношения с Россией. А во-вторых, он переживает за репутацию немецкой военной техники, которая может быть уничтожена на поле боя. Поэтому он и настаивает, чтобы кроме немецких леопардов США также поставили свои Абрамсы. Каждый человек, хоть немного разбирающийся в военной технике, понимает, что абсолютно любой, даже самый современный танк можно уничтожить. Обилие и разнообразие противотанковых средств, а также их насыщенность на поле боя делает танки основной мишенью. И Т-90М Прорыв, и Леопард, и Абрамс, и разрекламированная Армата могут и будут уничтожены на поле боя, как только они туда попадут. Просто один танк сможет выдержать одно попадание, а другой два или три. Но это всего лишь вопрос времени. И, конечно же, потеря той или иной техники на поле боя наносит удар по репутации этой техники. Но это война и по-другому быть не может. Пока Олаф Шольц преодолевает свою неуверенность, министр иностранных дел Германии Аннелена Бербак заявила, что Германия не будет препятствовать передаче Польши и Украине танков Леопард. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что в самом ближайшем времени Германия огласит официальное решение о передаче танков Леопард Украине. Он заявил, что все страны, которые имеют эти танки, могут готовиться к их отправке Украине. В то же время на днях в Польше начинаются курсы по подготовке украинских танковых экипажей по применению танков Леопард-2. Россия, в свою очередь, пытается запугать Германию и заявляет о том, что поставки танков Украине отразятся на отношениях Германии и России, которые и так находятся в достаточно низкой точке. Как только Германия даст добро, Украина сможет получить около 100 танков Леопард-2 из 12 стран. Соглашения на поставку танков с этими странами как раз-таки были достигнуты на встрече Рамштайн в Германии. Своё согласие на передачу Леопардов дали Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды, Дания и ряд других стран. Кроме Леопардов, Украина также получит британские танки Челленджер-2 и 120 модернизированных Чехии советских танков Т-72, которые получили более мощный двигатель, динамическую защиту, тепловизоры и современные системы связи. Напомню, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выхода на рубежи 23 февраля нашей армии необходимо дополнительно не менее 300 танков, которые европейские страны могут нам предоставить, ведь от этого зависит и безопасность Европы. Поэтому вопрос с поставкой необходимого количества танков будет решен в пользу Украины, сомнений в этом нет.